Олег Иванович, спасибо большое, мне очень нравится Ваш совет. У меня очень трудная ситуация, уже 19-го года. В общем, у меня сейчас развод случился, с мужем случилось что-то вообще. Я даже не понимаю, что. Вот так действует судьба. Да, и как бы я была в ожидании, я не лезла к ней. Да, все правильно делала. Он меня, как это сказать, ну может быть, уничтожил. И вот сейчас я потеряла дома, я 14 лет ухажилась. Ну как бы, да, я сейчас пережила развод, но самое страшное, я не могу общаться с своим ребенком. Что, богатый человек? А? Богатый человек отбил ребенка у Вас юридически? Да. И пока нет, я сейчас буду судиться, у меня сейчас это юридический процесс. Но ребенок настроен против меня. Я не знаю, что делать. Мальчик? Да. С ним всегда общался? Ну вот сейчас папа для него все. Ребенок остался... А он приятельный, человек богатый, что ли? Нет, не богатый. А сколько лет ребенку? Ребенку 11 лет, у него там своя комната, свой дом. Ничего такого, что я не вижу, что вы остались без ребенка. Ребенок однозначно вернется к вам в отношения, однозначно. Вернется? Как вы себя сейчас вести? По-доброму. Как вы видите себя? Я немножечко, знаете, сейчас отпустила ситуацию. Отпустили. Не названивать. По-доброму себя вести, не названивать. Сейчас невозможно сохранить отношения. Невозможно. Но это не значит, что вы потеряли семью. Скажите мне причину развода. В чем причина? Как это объяснил? Он мне сказал, что хочет быть счастливым. Замечательно. А у него есть кто-то еще? Да, он приголожил женщину, он не живет. Он с моим ребенком, он с новой женщиной. Он мне даже вещи не дает забрать, прийти туда забрать. Пакеты не дает, как собачки. Это означает, что совесть его, она мучает его, и он не может… Понимаете, если человек совершает злой поступок, то единственный выход для него – это сделать врагом того, кому он это предъявляет. Понимаете? Только одна проблема у вас есть в жизни. Вы не понимаете, что такое чувство собственного достоинства. Вы как бы можете служить, быть верной, доброй. Но вы не понимаете, что при этом надо сохранять достоинство. Достоинство означает в сердце своем зависеть только от Бога. От человека делать все доброе, приятное, но при этом не надо от него чувствовать зависимость. Это унижает женщину, она становится некрасивой. Становится для него, понимаете? И вот вы до того, куда унижаетесь, что он озверел просто. Вы в нем яд поили, понимаете? То есть змею ядом поили. То есть она просто портит, разрушает сейчас свою жизнь. Вы что думаете, что вы сейчас самая несчастная сейчас, да? Самый несчастный этот человек, он реально рушит свою жизнь. Вы даже не представляете, что ему судьба уготовила полная с колбасы. И она его будет ломать скоро. Года через два его судьба будет ломать прямо. Потому что он ломал вас. Но вы ему помогли в этом, вы вели себя униженным. Нельзя быть униженным человеком, надо быть достойным. Если вы хотите, чтобы он вернулся к вам, этот человек, он не может вернуться года через два с половиной три. Но к этому времени, скорее всего, вы уже не захотите, чтобы он вернулся, потому что у вас сейчас сильно будет меняться жизнь. У вас появится другой человек, более хороший, достойный. Но вы должны сначала прийти в себя, должны стать человеком. То есть перестать не тряпкать в руках судьбы. Надо воспрять духом, сильно думать о Боге, концентрироваться на нем. Постепенно обрести себя в нужную жизнь. Ну я встречу, да? Ваши... Да, сто процентов. Проблема не в этом, проблема в вашем неверии в свою судьбу, в свою жизнь. Вы не верите в свою жизнь. Это плохо очень. Так нельзя жить. Я просто не понимаю, почему так случилось. Почему так случилось? Почему так случилось? Почему так случилось? Просто жизни в мужском теле в психодури бросили жену. Так случилось. Каждый пожинает сплоты своих судьб. Все. Ну как бы, вы же хороший человек. То есть вы стараетесь, все, у вас все получается. Он жестит. То есть он перешагивает через границу здравого смысла. Это его проблемы, не ваши. То есть не надо думать, что это ваша проблема. Если вы так не думаете, то вы разрушите жизнь. Нужно понять, что Бог вас не бросил, и Он вам готовил. Все хорошо будет у вас. И сын вам вернется, и все. Просто вы поймите одну вещь. Если человек жестоко по отношению к вам относится, а вы с этим согласны. Ну то есть вы как бы... Одно дело спокойно принес, а другое – быть согласным. Тогда он еще будет более жестоко. Пока вы не перестанете быть согласными. Потому что ваше согласие означает, что ему надо... ему хочется сейчас вас вывести из равновесия. Понимаете? Он все делает для этого. Вы встаньте покрепче просто. Понимаете? Не надо соглашаться с несправедливостью. У вас все хорошо, но, скорее всего, этот человек к вам не сможет вернуться, потому что он перешагнул одну черту, которую нельзя перешагивать. Черту... Черту человечности. Понимаете? То есть он начал жестоко себя вести. И за это он будет отвечать очень строго перед Богом. И как бы ему, по его судьбе, лучше бы ему вернуться к вам. Но он не сможет вернуться, он наказан на него. Ну, Бог вам даст нормальный человек. Спасибо. А вот я за него молюсь. Надо молиться, обязательно, конечно. Ну, мне, конечно, со злостью сейчас... Нет, со злостью не надо молиться. Надо молиться. Гад такой, чтобы тебе Господь помог. Но иногда мне хочется, чтобы ему было очень плохо. Не проклинайте, он и так уже проклят все. После его жизни же Бог уже наказал его. Спасибо большое. Это тетенька, которую он выбрал. Она ему такой картопалет устроила. И через два годика из нее картлеты просто сделали. В этой ситуации пострадал больше всего этот человек. Он потерял себя полностью. Ему вот в этой жизни восстановиться и выжить будет нереально сложно. Он будет просто изломан судьбой за то, что он делает. Но это будет и сейчас. Сейчас Бог его привяжет под коньку к этой женщине. А потом будет его просить. Вам не надо жалеть себя. Будете это делать одна остальность. Хорошо? Думайте о Боге. И мы здесь побеждать, что все будет нормально. Спасибо, Олег. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.